Благодарю вас за вашу верность. Тема, которую я для вас выбрал сегодня, называется «Я боюсь воли Божией». Я помню, что, будучи молодым христианином, я боялся воли Божией, потому что мое представление о Боге было не до конца сформировано, и я еще плохо знал Слово Божие, но у меня было воображение. Я считал, что Бог обязательно попросит меня сделать то, что я не хочу делать, и отправит меня туда, куда я не хочу идти. И так я молился, старался доверять Богу, я говорил «Хорошо, я готов идти, куда бы ты ни хотел, но только вот туда я не хочу». Видите ли, внутри меня был страх, что Божья воля для моей жизни обязательно повлечет за собой жертвы, страдания, одиночество и многое другое, что разрушит мои мечты. Я еще не знал слова, записанные в послании к римлянам 12 главе, 2 стихе. «Воля Божия благая, угодная и совершенная». Воля Божия не должна нас пугать. Некоторые люди даже не хотят приехать в церковь, чтобы услышать проповедь, потому что они знают, что если придут в эту церковь, Бог будет с ними говорить. Возможно, он скажет то, что не хотят услышать, так как не хотят менять свою жизнь. И так некоторые люди не приходят в церковь из-за подобного страха. Они боятся, что их жизнь может измениться. Они боятся, что придется измениться, дабы соответствовать воле Божией. Мы не должны бояться воли Божией. Она благая, угодная и совершенная. Воля Божия приносит жизнь. Она приносит истинное счастье. И дает нам уверенность в том, что Бог благоволит к нашей жизни. Она придает жизни смысла. Воля Божия приносит в нашу жизнь пользу. Когда мы в центре Его воли, мы обладаем силой и ресурсами. Я вдохновляю вас не бояться воли Божией. Он не будет разрушать ваши мечты. Он не истощит ваши жизненные силы. Он не попросит вас пожертвовать невозможным, даже если мы порой должны чем-то пожертвовать. Ну а далее я хочу озвучить несколько мыслей. Вы увидите, что когда Бог от нас чего-то требует, Он всегда дает нам свои ресурсы. Наших ресурсов мало. Нам необходимы сверхъестественные ресурсы, данные Духом Святым, чтобы исполнить волю Божию. Когда мы совершаем волю Божию, жизнь буквально преизобилует и умножается, и мы приносим плод. Но как нам понять Его волю? Нам нужно избавиться от страха, познавая Бога. Отрицательное представление о Боге порождает страх, и это вовсе не полезно. Познавая Бога и узнавая, кто Он с помощью Библии, мы неизбежно полюбим то, что любит Бог. Мы возненавидим то, что ненавидит Бог. Мы будем отдаляться от того, что Бог не хочет для нашей жизни. Хочу передать вам несколько мыслей. Во-первых, чтобы познать волю Божию, мы должны согласиться быть послушными Ему. Для этого необходимо научиться различать нашу мысль от Божьей мысли. Многие авторы библейских посланий говорят о том, как важно читать Писание, размышлять над ним день и ночь. Чем больше это слово становится частью нашей ежедневной жизни и становится дорогим нашему сердцу, тем больше привыкнем к тому, чтобы слышать Божий голос. Мы сможем различать свои собственные идеи от Божьей мысли. Некоторые люди говорят, «Мне снился сон, и думаю, что Бог желает мне сказать нечто». Бог не говорит с нами преимущественно через сны, хотя это может быть для нас подтверждением. Однако Он преимущественно говорит с нами посредством Своего Слова. Мы должны сначала согласиться исполнить это слово и быть послушными этому слову. Ну, а во-вторых, после того, как мы сказали Богу и Его воле, да, мы начнем что-то делать. Все, что может рука твоя делать по силам, делай. Начни хоть с чего-то. Начиная с чего-то и делая что-нибудь, мои дары начнут проявляться, и я пойму, каковы мои сильные стороны. Я пойму, в чем я преуспеваю, в чем я разбираюсь и что я люблю. Так же пойму, в чем я не разбираюсь. Пусть другие люди займутся этими делами, потому что мы дополняем друг друга. У других хорошо получается то, что у вас получается плохо. Мы в цели Христа дополняем друг друга. Но начните что-то делать. Узнавайте, каковы ваши дары. Познавайте волю Божию на вашу жизнь, начиная с чего-то. Делай то, что твоя рука может делать, и таким образом, все более познавай волю Божию на твою жизнь. В-третьих, Бог всегда дает тебе способность исполнить его волю. Он дает нам свои сверхъестественные ресурсы, чтобы мы могли исполнить его волю. Это подобно тому, когда ребенок получает новую игрушку. Для того, чтобы игрушка заработала, необходимо в нее вставить батарейки, и затем она заработает. Это, конечно, очень простой образ, но Бог желает вложить в вас свои силы, свою благодать, свое помазание, для того, чтобы ваш дар приносил плод, и чтобы его имя было прославлено посредством вашего дара. Итак, Бог всегда дает нам способность исполнить то, о чем он просит. Каждый из нас наделен дарами. Никогда не говорите «я ничего не получил», потому что вы получили один, два, а то и три дара, а вы получили что-то. Бог просит нас использовать наши дары для его славы и для блага общества. В-четвертых, будь верен в том, что ты получил. Бог попросит нас дать отчет относительно того, что он доверил нам. В притче о талантах каждый получил один, два, пять, десять талантов. Каждый был вынужден дать отчет и отдать прибыль. Нам точно так же нужно будет дать отчет, и нам нужно умножить все дары, которые Бог вложил в нашу жизнь. Итак, будь верен в применении того, что ты получил. Я вспоминаю человека, которому было более шестидесяти лет, и который говорил «я не понимаю, что Бог хочет для моей жизни». Я ответил «как так получается, что вот уже шестьдесят лет, как ты не понимаешь, что Бог желает для твоей жизни? У тебя есть дары, делай что-нибудь, и ты легко найдешь путь». Не ждите, когда вам исполнится шестьдесят лет, чтобы начать делать что-то для Бога. С сегодняшнего дня вкладывайте вашу жизнь, чтобы она была полезной, дабы Бог мог вас использовать и благословить. Также возрастайте в постоянстве, любите свое призвание и не бойтесь воли Божией. Она благая, угодная и совершенная. Исполнение воли Божией будет замечательным для вас достижением. Напоминаю вам о четырех пунктах. Говорите «да» и будьте послушны. Начните с чего-то. Доверяйте Богу в том, что Он даст вам свою способность. Он будет вести вас и ходить за вами. Будьте верны в исполнении того, что Он от вас просит. Служите Богу теми дарами, которыми Он вас наделил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин